Всем привет! В сложившейся ситуации фактически новая валюта это медицинские маски, это аппараты искусственной вентиляции легких и тесты на коронавирус. Китай, справившись первый с вирусом, предлагает эту новую валюту всему миру. Многие страны даже отправляют туда своих представителей на производство, чтобы контролировать правильное распределение. Чтобы не получилось так, что кто-то получит новую валюту, а кому-то она не достанется. А у Украины в этой ситуации, удивитесь, но тоже есть своя валюта и есть что предложить миру. Потому что во времена Советского Союза именно в Украине строили большинство спиртзаводов, потому что сырьевая база рядом. И поэтому Украина всегда была обладателем лучшего спирта в мире. У государственной монополии Укрспирт сейчас есть большое количество заказов из стран, в которых не хватает спирта для производства антисептиков, на то, чтобы этот спирт купить за валюту. А у государства Украины не хватает валюты, чтобы купить аппараты искусственной вентиляции легких, маски и тесты на коронавирус. С одной стороны, есть страны, которые хотят нам заплатить за спирт валюту, с другой стороны, есть государство Украина, которое эту валюту принять не может. Почему? Потому что абсолютно популистским решением кабинет министров Украины, внимание, запретил экспортировать спирт. И это при том, что более половины спиртзаводов государственного концерна Укрспирт фактически стоит. То есть не создаются рабочие места, а в момент карантина это особенно важно. И нет прихода валюты в страну, потому что запрещен вывоз спирта. То есть один государственный орган, Кадмин, запретил другому государственному органу, Укрспирту, продавать то, что у него и так есть в большом количестве. И есть излишки. И при этом половина заводов стоит. То есть экспорт можно было бы увеличивать в два и в три раза. Скажите мне, это называется государственный менеджмент? Это антикризисный менеджмент? Это правильное решение? Почему всегда наши чиновники из всех вариантов выбирают самый плохой? Ребята, обращаясь к чиновникам, сейчас серьезная ситуация во всем мире. Если вы так торяло будете действовать, если вы по-прежнему продолжите заниматься популизмом вместо реальных действий, то этот кризис экономика Украины может и не пережить. Включайтесь быстрее. Думайте о экономике, а не только о своих карманах. Уважаемые антикризисные менеджеры, действуйте быстрее. Времени нет.